Здравствуйте! Вы слушаете «Вести» Магнитогорск на маяке в студии Фёдора Вишняков. Магнитогорцам расскажут про такси и каршеринг. С 14 по 25 ноября региональный Роспотребнадзор открывает горячую линию. Жители могут задать вопросы о правилах оказания транспортных услуг и их контроле, защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси и многие другие. Консультирование граждан пройдет по телефону 20 24 36. Горячая линия будет работать в Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Ногайбакском, Верхнеуральском, Картолинском, Брединском и Варнинском районах. В Магнитогорской администрации объяснили, почему в городе нет автобусов большой вместимости. Так, основная причина в том, что популярность больших автобусов у магнитогорсов, как основного средства передвижения, оставляет желать лучшего. Согласно анализу пассажиропотока, горожане сделали выбор в пользу автобусов малой вместимости. В то время как в большой автобус садилась пара-тройка человек и он ездил по маршруту практически пустым, в автобусах малой вместимости была полная загрузка. Из этого следует, что содержать парк с большими автобусами нецелесообразно и убыточно. Сейчас большие автобусы, как и прежде, каждый весенний-осенний сезон доставляют садоводов до своих шести соток в СНТ, а маршрутные такси поставили на особый контроль, говорят в администрации. Специалисты сразу нескольких организаций, среди которых ГИБДД и Управление транспорта, выходят в рейды. Следят не только за соблюдением ПДД, но и за тем, чтобы маршрутки следовали по установленному маршруту. Так, если от жителей поступают жалобы, оперативно организуется проверка на выявление указанных нарушений. Магнитогорец украл три пары детской обуви в гостях. Он был в гостях у женщины, а уходя, прихватил с полки три пары детских ботинок. Ущерб подсчитали в полиции – почти 5000 рублей. Подозреваемый был задержан, похищенная изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. А вот что побудило его совершить такую странную кражу – не сообщается. На случай разлива хлора Магнитогорский водоканал провел учения по ликвидации чрезвычайной ситуации. Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска осуществляло контроль за выполнением учений. Согласно легенде, большое количество хлора разлилось на площадке предприятия. Сработали системы оповещения о выбросе ядовитого вещества в атмосферу. Сотрудники должны были отремонтировать контейнер, из которого вылилось вещество. А службы спасения оперативно помочь пострадавшим и оградить людей от опасной площадки. Сотрудники Росгвардии проработали систему оповещения о произошедшем ЧАЭС и установили на безопасном расстоянии посты для недопущения в зону чрезвычайной ситуации посторонних лиц. Пожарно-спасательная служба организовала водяную завесу на месте ЧАЭС. Всего в командно-штабных учениях приняли участие 37 сотрудников и 11 единиц спецтехники. Молодежь Магнитогорска приглашают пройтись по коридорам власти. Команды должны будут решить задачи, связанные с функционированием местных органов власти и законодательным регулированием их деятельности и найти способы решения проблем. Каждая команда получит маршрутный лист, после чего им предстоит обойти указанные кабинеты мэрии и изложить свой способ решения проблем. Целями и задачами игры являются воспитание у молодежи ответственного отношения к своему городу, развитие молодежного участия в решении социальных проблем, а также создание диалога, живой обратной связи между молодыми людьми и специалистами администрации города Магнитогорского городского собрания депутатов. Принять участие в коридорах власти может молодежь от 14 до 35 лет. Это учащиеся общеобразовательных учреждений, вузов, СУЗов и члены общественных организаций города Магнитогорска. Молодые люди, решившие принять участие в игре до 5 декабря 2022 года включительно, должны сформировать команду и подать заявку согласно форме, указанной в положении, в электронном виде на адрес электронной почты omp74sobaka-inbox.ru. Итоги игры будут подведены 13 декабря. Победители наградят памятными дипломами и призами. В Челябинскую область прилетели птицы счастья. Белоснежные лазоревки радуют жителей Челябинской области. Лазоревки считаются довольно редкими птицами и их еще называют синими птицами счастья из-за голубых перьев на крыльях. Фотограф-любитель из Челябинска поделилась в социальных сетях фотографиями милых птиц. Наталья Киселева призналась, что любит наблюдать за этими пернатами. Они дарят позитив и радость. Обычно пишут, что князьки – это второе название птичек. Они очень пугливые, но те, что встречались на Южном Урале, оказались любопытными и доверчивыми. Не боятся человека, готовы позировать для камеры. Белоснежные комочки, по словам фотографа, порхают по веткам, дружно верещат, получая удовольствие от жизни. Пользователи соцсетей оценили снимки и самих птичек. И о погоде. В Магнитогорске сегодня на термометрах плюс 3. Облачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.